В этом доме пора перекрасить пол в коридоре. Раньше он был лакированный, а теперь будет выкрашен в серый цвет. Вам понадобится малярная лента и защитная плёнка, шпатели, микрофибровые салфетки, тряпки для сушки, скребок, шлифовальные инструменты, наждачный блок, набор валиков и кисти. В таких деревянных полах шляпки гвоздей часто выступают наружу. Забейте их в пол с помощью зубила. Тщательно очистите все поверхности чистящим средством для краски. Удалите скребком отслоившуюся краску и другие неровности. Затем обработайте поверхность наждачной бумагой, чтобы улучшить адгезию краски. Вытрите шлифовальную пыль микрофибровой салфеткой. Закрасьте все сучки специальным герметиком, чтобы предотвратить возможное выделение смалой в будущем. Зашпаклюйте неровные участки и отверстия от гвоздей. Используйте шпатель и шпатлевку для древесины. Дайте высохнуть. Затем обработайте наждачной бумагой. При высыхании шпатлевка дает усадку, поэтому весь процесс необходимо повторить заново. Во второй раз обработайте наждачной бумагой также герметик для сучков. Полностью вытрите пыль и наклейте на стену малярную ленту. Теперь можно приступать к покраске, но вы заслужили короткую паузу перед началом работ. Начните узкой кистью и прокрасьте вдоль плинтуса. Затем возьмите более крупную кисть и окрасьте боковые поверхности плинтуса. Окрасьте пол внутри плинтуса кистью. Затем возьмите валик для покраски большой поверхности. Чтобы переходить через коридор, положите доску одним концом на порог двери, а другим на ступеньку лестницы.